Журнал «Уральский следопыт» Татья Евгения Ермолова Оборона Арктики в годы войны На территории Национального парка «Русская Арктика» располагаются два уникальных комплекса сооружений, связанных с историей Великой Отечественной войны. Один из комплексов – это сооружение Советской полярной станции на мысе Желания, в самой северной оконечности Новой Земли. Второй комплекс – это огневые позиции секретной немецкой метеорологической станции «Кладоискатель», которая находилась на острове Земля Александры, архипелага Земля Франции Иосифа. Друг от друга они удалены на 600 километров, и обстоятельства их появления совершенно разные. В предвоенное десятилетие Советский Союз активно осваивал Арктику. Северный морской путь в начало 40-х годов уже был хорошо освоенной трассой. С началом Великой Отечественной войны Советский Союз оказался отрезан от привычных морских путей по Балтийскому и Черным морям. Арктические конвои, которые доставляли в СССР помощь союзников по ленд-лизам, проходили с Северными морями. К тому же Советский Союз активно использовал трассу Северного морского пути для перевозки грузов между Дальним Востоком, Сибирью и европейской частью страны. С началом Великой Отечественной войны перед командованием Северного военно-морского флота стала задача предотвратить проход неприятельских судов по трассе Северного морского пути. Архипелаг Новая земля, который на 900 километров протянулся с севера на юг, был естественной преградой, который разделял Баренцево и Карские моря. Для контроля Новоземельских проливов, Маточкин шар и Егорский шар, в навигации 1941 года были устроены береговые артиллерийские батареи. На северной оконечности Новой земли, мысе Желания, с 31 года работала Советская полярная гидрометеорологическая станция. В навигации 1941 года, ледокольный пароход Георгий Седов, вместе со снабжением станции, заставил на мыс Желания одно 76-мм орудие и противотанковое орудие калибром 37 мм. На нем же прибыл и артиллерийский специалист, который руководил установкой орудий и обучал персонал полярной станции вести огонь и провел учебные стрельбы. 25 августа 1942 года, в 5 часов утра, в смысле Желания была получена телеграмма об обстреле станции артиллерии с подводной немецкой лодки. От неприятельского огня на станции вспыкнул сильный пожар. В 6 часов утра поступила вторая телеграмма, которая сообщала, что пожар по-прежнему продолжается, однако персоналу станции удалось всеми имеющимся оружием отбить атаку немцев, и подводная лодка была вынуждена уйти в море. Пожаром были уничтожены дом летчиков, продовольственный склад, метеорологический дом, повреждены здания и оборудование самой радиостанции. В огне погибло все действующее в запасе метеорологическое оборудование, библиотека, архив, материалы наблюдений. Позднее удалось выяснить, что на станции мыс Желания нападала немецкая подводная лодка Ю-225. Сегодня на мысе Желания сохранился комплекс оборонительных сооружений, который включал в себя 17 объектов. Точная дата его появления неизвестна, однако в нашем распоряжении есть аэрофотоснимок полярной станции мыс Желания, который был сделан с немецкого самолета-разведчика еще 17 июля 43-го года. На нем отмечены ключевые объекты это радиостанция, ветрогенератор, маяк. Вероятно, при наличии в то время на мысе Желания оборонительных сооружений они не остались бы незамеченными и были бы отмечены на аэрофотоснимке. Исходя из этого, можно сделать предположение, что комплекс был возведен после даты съемки, то есть после 17 июля 43-го года. Как видно на схеме расположения оборонительных сооружений, объекты были сосредоточены в трех зонах мыса Желания. По северному краю на восточной оконечности мыса где доминирующая высота, на Баренцево-Мурском берегу перешейка у основания мыса направление огневых позиций на юго-запад и на Карском берегу перешейка направление на юг. Среди объектов оборонительной сети выделяется пять типов сооружений. Три дзота, долговременно закрепленная огневая точка, два уредийных дворика, два пулеметных гнезда и девять огневых позиций, включая снарядный ящик. Огневые позиции на основании мыса Желания контролируют оба берега мыса с Баренцево-Мурской и Карской стороны. Вероятно, они должны были не допускать суда неприятеля к берегу и препятствовать высадке вражеского десанта в районе полярной станции. К тому же, они полностью простреливают перешейк, соединяющий мыс Желания с островом, тем самым переграждая единственный сухопутный поступ к мысу. Общая тактическая схема расположения огневых позиций выглядит довольно грамотной и продуманной. Собственно говоря, она выполнила свою задачу. Высокий мыс с обрывистыми берегами, с трех сторон окруженной водой и соединенный с сушей лишь узким перешейком превращался в неприступную крепость. Однако, в условиях ограниченных материальных и людских ресурсов исполнение оборонительных сооружений было достаточно невысокого качества. Но можно предположить, что даже такие примитивные с нашей точки зрения фортификационные сооружения могли стать эффективным средством защиты. Зоты представляли из себя бревенчатые срубы, которые сохранились с пространства между стенами бруссера, которые заполнялись диким камнем. Образуры обоих сооружений направлены на северо-запад и юго-запад. Размеры зотов практически идентичны. Это более 2,5 метра и 2,5 метра высотой до полутора метров. Самый большой зот имел размеры 7 метров на 4 метра высотой до полутора метра. Его большая часть была врыта в землю. Над поверхностью возвышались лишь амбразуры. Сверху сооружение прикрывалось бревенчатым сводом, засыпанным землей и камнями. Амбразуры направлены на северо-запад и юго-запад. Внутрь ведет вход туннель, примыкающий с юго-западного фасада. Орудийные дворики состояли из подковообразного земляного вала и двух снарядных погребов. Погреба располагались в основании подков на законцовках вала с юго-восточной стороны двориков. Снарядные погреба, бревенчатые, рубленые в чашу, квадратные в основании, с плоской бревенчатой кровлей, были засыпаны землей и камнями. Пулеметные гнезда это крупные прямоугольные укрепления, стены, которые были сложены из дикого камня. Имелся оформленный вход, в центре каждого гнезда установлено одно бревно основания допулеметной турели. Огневые позиции, сложенные из дикого камня, с двумя-тремя образурами, это полуциркулярное укрепление. Орудийные дворики были обращены на северо-запад, ожидая судов неприятелей. Вполне логично предположить, что стремясь на восток, они будут загибать новую землю с севера. Подходя к мысу желания, вражеские суда попадали в их сектор обстрела орудий, дверях установленных в орудийных двориках. Лучшие огневые позиции и придумать нельзя. Успешность союзных конвоев, которые проходили по северному маршруту в СССР и обратно, заставили немецкое военное командование развернуть масштабные военные действия по нарушению морских коммуникаций в Арктике. Для повышения эффективности военных операций необходимо было обладать оперативными данными о погоде в зоне боевых действий. Однако своей сети метеостанций в Арктике Германия не имела. Обмен метеоданами с другими странами прекратился еще в 1939 году с началом Второй мировой войны. Важность обладания информацией о погоде в Арктике сложно переоценить, учитывая, что именно арктический регион является своеобразной кухней погоды для европейского континента. В связи с этим были организованы регулярные полеты немецких самолетов над Баренцевым морем по определенным маршрутам для сбора метеорологических данных на островах Баренцевого моря и Северной Атлантики и были установлены автоматические метеорологические станции. На Швицбергене и земле Франции Иосифа были созданы обитальные метеорологические станции. На острове Земля Александры это самый западный остров архипелага земля Франции Иосифа была развернута секретная немецкая метеорологическая станция под кодовым названием Кладоискатель. Персоналы оборудования станции были доставлены на остров 22 сентября 1943 года на транспортном судне в сопровождении подводной лодки. В местном дислокации станции был выбран высокий восточный берег бухты Северная залива Дежнева острова Земля Александры. Основные строения станции разместили в складках местности в 500 метрах от берега моря на высоте около 30 метров таким образом чтобы они не были видны с воды проходящими судами. Штат станции насчитывал 10 человек. Регулярные метеорологические наблюдения начались 15 октября 1943 года. Основной целью немецкой группы было наблюдение за погодой но фактически это была полноценная военная немецкая база. Станцию состоящую из жилого дома радиостанции метеорологической площадки сладок с продовольствием снаряжением и топливом окружалась сеть огневых позиций призванных защищать ее в случае возможного нападения. Комплекс оборонительных сооружений станции насчитывал 15 огневых позиций и 1 зод. Огневые позиции немцев были сосредоточены в двух зонах к северу и западу от станции и к юго-востоку от станции. Все они расположены на вершинах господствующих возвышенностей чем обеспечился полный контроль над окружающей местностью. Практически все огневые позиции выполнены по единой технологии. Они представляют из себя подковообразные валы без амбразур сложенные из дикого камня. Они могли укрыть одного-двух человек и предназначены были для ведения огня из ручного огнестрельного оружия. Самым мощным оборонительным сооружением станции является Дзод, расположенный в 10-100 метрах к западу от жилого дома станции у отвесного края базальтовой скалы высотой около 15 метров которая была обращена к морю. Таким образом Дзод занимает доминирующую позицию и полностью контролирует все подходы к станции со стороны бухты Северная. На сегодняшний день Дзод значительно руминирован. Он представляет собой квадратные углубления а по периметру Дзод лежит обваловка из выбранного грунта и мелких камней. По углам установлены столбы из продольно расщепленных пополам бревен которым некогда крепились защитные стенки предотвращающие осыпание внутренних стен. Можно предположить что здесь располагался пулемет МГ-34 или МГ-42 фрагменты которых были обнаружены на территории станции. Особого внимания заслуживает сооружение расположен в усах метров к юго-востоку от жилого дома сложенного из дикого камня. Согласно схеме составленной участником зимовки 43-44 годов на острове земля Александры гидрографа и метеоролога Рудольфа фон Горбати здесь располагались склад боеприпасов и пульт дистанционной активации минных заграждений которые располагались по периметру станции. Место расположения станции было выбрано исключительно удачно. скрытая складка местности она была незаметна со стороны моря. Высокая ответственная стена базальтовой скалы по краю которой разместилась станция прикрывала ее с юга запада и делала подход неприятеля со стороны бухты невозможным. Обширные участки суши северо-востока и на юге были перекрыты минными заграждениями что подтверждает многочисленные остатки мин СМИ-35 и сама схема Рудольфа фон Горбати подтверждают это. Таким образом можно сделать вывод что и полярная станция Межжелания и немецкая секретная метеорологическая станция Кладоискатель обладали рядом значительный сход в средствах и приемах организации обороны. Прежде всего это максимально грамотное использование естественного рельефа местности что это понятно размещение огневых позиций на господствующих высотах превращало их в природные неприступные крепости. Сходным оказались и фортификационные формы оборонительных сооружений так и сам материал из которых он исполнялся что тоже объяснимо. Ограниченные средства времени и людских ресурсов заставляло возводить наименее затратные по всем показателям огневые позиции в виде подков и валов из дикого камня. Зоты также строились с применением местного дикого камня и бревен плавника выброшенного на берег. Однако примитивность исполнения с лихвой компенсировалась тактической грамотностью размещения элементов сети оборонительных сооружений. Можно сделать предположение что описываемый комплекс оборонительных сооружений является одними из самых северных примеров фортификации времен Второй мировой войны для Германии и Советского Союза. И несмотря на то что возведены они были противопорствующими сторонами комплекс оборонительных советских сооружений на мысе желания на новой земле и сеть огневых позиций немецкой метеостанции на острове земли Александры земли Франца Иосифа оказались удивительно схожи.